Вы пройдёте по историческим инсталляциям, которые покажут и расскажут, как жили и выживали в блокадном Ленинграде. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 872 дня. Ленинград являлся крупным промышленным центром. Его взятие было одной из основных задач для врага. На 30 километрах ледового пути в тяжёлых условиях слаженно трудились десятки тысяч человек. Это были водители грузовиков и подгонщики конных подвод, механики, которые чинили автомобили, регулировщики, даже водолазы, которые укрепляли лёд всеми возможными подручными средствами. Температура опускалась до 40 градусов. Большие, каменные, красивые ленинградские дома не отапливались. Люди стали ставить в квартирах у жухи. Когда дров совсем не хватало, ход шла мебель, а затем и книги. За водой пришлось ходить на него к проруби. Это было очень трудно – доставать воду из узкой проруби и поднимать её к санкам. Люди падали, разливали воду, и она тут же превращалась в лёд. А на этой фотографии изображён тот самый белоколонный зал Ленинградской филармонии, где 9 августа 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. В зале яблоку негде было упасть. Дирижёр поднял палочку, и в зал ворвались неслыханные ранее звуки. Во время блокады в городе работало от 6 до 13 хлебозаводов. Хлебопёки трудились круглосуточно, поэтому у них были пропуска на передвижение по городу в Комендарский час. Перед вами макет Левашовского завода, который сделали учащиеся нашего лицея. Как видите, это большое многоэтажное здание. Ноябрь 1941 года – это время, когда люди получали всего 125 грамм в день. Я вспоминаю хлеб блокадных лет, который в детском доме нам давали. Не из муки он был, из наших бед. И что в него тогда только не клали. Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, с корой. Колючий так, что режет десна. Тяжелый, горький, с хвоей, лебедой. На праздник очень редко, чистый просто. Именно в таком формате, я думаю, дети воспринимают более ярко, что ли, не только историю Отечества, а проникают со всем трагизмом того времени, именно военного времени. Нашу инсталляцию посетили сегодня, кроме учащихся, учителей, родители. И вообще, подобная работа, именно для того, чтобы дети понимали, что есть история, что есть прошлое нашей великой страны. Больше всего меня поразила история о их стойкости и мужественности. Я бы хотела, чтобы это больше никогда в мире не повторилось.